Вот сегодня увидел видео, как в Харькове активисты Азова, нацкорпуса и нацдружин. Ну, если с коммуниатской стороны говорить, ну, можно сказать, вломились. Но если с нормальной, украинской стороны сказать, то вошли в своей богом данной земле посмотреть, что там творится. Это в этой богом данной для нации украинской земле, в Харькове. Душа радуется, естественно. Показал и шведам, в переводе, естественно, через English, там, на польском ломаном и тому подобное. Но шведы тоже очень мало понимают, соображают польский язык. Английский более-менее, можно им это вытолмачить, разъяснить. То есть, душа была за что порадоваться не просто за Украину, за национализм в Украине, а еще и за Харьков. Это просто супер, вылыка, подяка, активистам и националистам нашим украинским. Там-то они вошли посмотреть, что у тех, у коммуняк творится с этим Райниным, который был в бьют. Потом перешел еще куда-то, перекатился, Роллинг Стоунс, перекати поле, перекати трава, перекати говно, гниль и тому подобное. Потому что он отображает кого ранним? Он отображает Порошенко, прежде всего. А что отображает Порошенко? Порошенко отображает вылоку частину, 25% и тому подобное. Кто за него проголосовал? Прежде всего, это Западная Украина, Львов и тому подобные территории. Которые проголосовали не за Кошулинского, за националистов, а за вот это гребанное быдло. Рошеновское, предательское, котловарное и тому подобное, мальдивское. Нет сенсу дальше описывать. То есть, они вошли посмотреть, что творится. В богом данной, нынки Украине уже независимой как 30 лет. И это должны были делать еще националисты той эпохи, которая в той эпохе, они продали идею бандеровцев, идею ОУНУПА, которые боролись и в сталинских гулагах повстания делали там, их танками давили. Они выборивали украинскую незалежность, неподлеглисть. От тех коммуняк, которые говорят, слышишь, что Азов-то, знаете, прошли, они уже видят, что их побить не будет. И поэтому они так нагло, опа, слушай, иди работай, иди там воевать, или еще куда-то иди. И он говорит, что он перебежчик с партией коммунистической. То есть, об чем речь? О том, что если он перебежчик с партией коммунистической, вот это быдло, хрен, вот это хрякало, вот это жирнопузатое, то он должен прекрасно понимать, что такое коммунистическая партия. Это там, где люди были репрессированы. Миллионы гулаги, сталинские репрессии, русские, украинцы, белорусы, поляки, там и тому подобное. Финны и тому подобное. Треть польского населения этнического было вымордовано в сталинской России тогдашней. Украинцы было вывезено, вывожено тюрьмонолонским во Львове и тому подобное, и тому подобное. То есть, он должен был понимать, что украинцы не хотели бороться с тем же самым фашизмом, а еще больше не хотели, потому что более миллионная армия власовская и тому подобное, рона. Это означало, что даже с фашизмом, с оккупантом, гитлеровским, россияне, русские не хотели бороться. И что это еще значило? Это значило, что, естественно, то, что под НКВДовскими, под заградотрядами, те же самые русские, россияне, как-то все-таки боролись с этим фашизмом. Естественно, не с волей, а боролись с тем, что их сзади не застрелят. Через пропаганду сделали все-таки миф борьбы и тому подобное, и люди шли бороться. Вот они боролись, боролись. И что они, вот эти коммуняки, ну, коммунисты, должны подразумевать и понимать под коммунистической партией? Это прежде всего репрессии. И что, если ты враг народа, к стенке, ферсайнзи биты, иншульдегон, проши барзу, к стенке расстрел называется. Так Берия все делали. То есть коммуняки эти, и самих коммуняк расстреливали, а потом НКВДовцев расстреливали, этих НКВДовцев, которые расстреливали невинных жителей земли нашей, христиан и тому подобное. Значит, коммуняки должны знать, что предателей прежде всего нужно, что? Ну, уничтожать, элиминировать с общества. Как врагов народа. Ах, чем является, каким телом сейчас является Украина? Независимой. Значит, и законы, и идеалы есть здесь. Те, которые выборивали цель независимости. Это прежде всего ООНУПа выборивали. Значит, по идее и по привычке коммунисты должны понимать, что они, если коммунисты, значит, они должны быть выэлиминированы, выэлиминированы, расстреляны в ближайшем, там, Яру и тому подобное. Ну, а поскольку демократия, поскольку и тому подобное, та демократия, которой они, мрази животные, подлины, коммунисты привели к войне. Да, там, вот через таких же, той эпохи, так званых националистов, которыми воспользовался кто, естественно, Путин, теми националистами той эпохи, что теперь, давячи нашим харьковчанам, теперешним националистам, говорящим на украинском языке с русским произношением или на русском языке с украинским произношением, то есть, ну, говорящие по-русски, ну, как бы все, мы подразумем этот язык антипутиновский, потому что безлич множество россиян сейчас повстает против Путина. То есть, это уже не конек Путина, русский язык здесь. Потому что даже сами россияне повстают с тем самым русским языком против Путина. Разговор о другом. Вопрос, естественно, сейчас абсолютно о другом. О том, что сейчас харьковчане, азовцы, потому что, ну, Андрей Белецкий выходец из Харькова. Как на роду написано, быть теперь в Восточной Украине более про национальным створением, нежели это делали, как мы все теперь убедились. Западная Украина это проделывала. Недолога, продажно, потому что она не выбрала Кашулинского, а выбрала Рошеновского предателя. И его команду, Рошеновского предателя, Райнина, который сейчас, мазафака щит, сидит с кем, с риганалами, с предателями, которые довели украинскую армию, украинских силовиков, СБЮ, милицию и тому подобное, до вот такого нищезбродного положения, что они отсосы и очки, раком стоящие перед кем? Перед оккупантом Путиновским. Вот так оказались. Пришли в Донецк, пришли в Луганск, они стали менты, так, мусора, все, коленку, встали, посчитались, блин, Быренька мне доложили, а кто ты? Слышишь ты, кто ты? Сейчас я в лобечник стреляю, тогда ты узнаешь, кто я. А другие посмотрят, как твои мозги расплываются, и скажут тогда, кто я. Вот так поступали с мусоротой. Не все были мусорвоты, всем хотелось жить, а также хотелось жить и Айдаровцам, и Азовцам, всем хотелось жить, но многих Порошенко сдал в котлы. А Райнин был в команде Порошенко. И выходит, получается, что это получается, что и за него Западная Украина проголосовала, за таких как Райнин, которые сейчас с Медведчуком совокупляются. И с его вы блядками и тому подобное. То есть это национализм старой эпохи, постсовковой. К сожалению, те националисты, которым нация поверила, которые несли на своих банерах и штандардах славные имена оуновцев, уповцев, которые там между собой тоже не ладили, до крови доходило, но они сотворили незалежную Украину матинку. Они сражались, отдавали кровь в краевках, гинули в тех краевках, в которых сейчас вот эти бухаристовские на Западной Украине, во Львове делают бухаловочную и рюмочную в этих краевках. То есть бухлатник какой-то, а они называют ее краевкой, детей каких-то типа края, мразы, шизофрения, альцгельмер, чистая, это чисто альцгельмерская болезнь уже вот этой прошлой эпохи той якобы такого национализма, шароварного абсолютно. Стихи, верши, это все хорошо, малюнки и тому подобное, но как мы теперь увидели, ху из ху, кто теперь тянет как бы мазу за украинский национализм? Это Харьков, харьковчане, и не только, естественно, там Киев, еще другие областя. А Путин воспользовался тем старым вот такой закалкой, пиаровской чисто, то есть он пиарится, кричит о Степане Бандере, кричит о ОУНУПА, потом приходит к власти и от олигархов получает хрень, бабло и начинает раком ползать перед олигархом, олигарх его использует как ракостоящая, натягивает, и вся страна смотрит, и учится, и все пальцем указывает, и в другие страны, что посмотрите, какой украинский национализм, олигархи им крошат, они вот, то вот сейчас всю эту хрень, ошибки, вот того западноукраинского, якобы, национализма, а так постсовкового трендежа о национализме, сейчас возобновляет АЗОВ, нас дружины, правый сектор, ну не тот правый сектор, Рашеновский естественно, а тот правый сектор, который правый сектор, не Порубьевский естественно, а хлопцы, люди простые, не надо примазывать какое-то там лидерство этого все, патернализм, уже патернализм, миллиард раз все это проходили, и все это изучили, то есть как Путин воспользовался тем старым национализмом, так воспользовался, как Гитлер воспользовался в Гливицах, он зашел, то есть казус Белли сделал для вторжения в Польшу, то есть все такие дураки, да, типа, перед кем он, перед каким-то всевышним своим выдуманным, хотел рассказать, усправедливить этот казус Белли, то есть повод, мотив вторжения в Польшу, он заехал в Гливице, в эту радиостанцию, и начал кричать, ну, переодел консьервы, в консьервы, в польские мундуры, этих своих криминалистов, и они начали кричать, сейчас мы немцев, нападем на немцев, мы растерзаем, к чему это, к тому, что все эти почти 30 лет, 25 там лет до Майдана, крикуны кричали, только о Степане Бандере, кричали только о ООН УПА, а приходя к власти, они становились подсосами олигархов, кричали о евреях, а потом становились сами поджидовниками, ну, то есть вообще, в голове вообще никакого, миски ниякие не працюють, в голове цих националистов, бо они не знают, что это такое национализм, бо нация, которая была постоянно под гнетом невильництва, рабства, она не здебна цего переварить, а это здебны переварить те, которые потерпели, потерпевали, терпели, в смысле терпели, боролись, а те, кто не боролись, те только к власти, стремились под подачу, якобы национализма, то есть, бла-бла-блашный национализм, привел, естественно, к чему, к казусу Белли Путина, что, о, смотрите, они кричали растерзать русских, кричали растерзать язык, вот, вот, это он, Путин даже и приплачивал бы с удовольствием, через олигарха, там, через другие постановые какие-то фирмы, лица, счета и тому подобное, тем самым национализм, национализм, вот таким националистам, крикунам, что теперь происходит, все это видновлюется, нормальный национализм, в борьбе, не там против россиян русских, не там против языка, все то, что использует Путин, теперь в казус Белле, в нападе и на Украину, и в нормандском формате, это все будет говориться, там, что вот националисты, нацисты, они вымордуют русских, там, потом, все, этого уже ничего нет, потому что сами националисты разговаривают по русски, на русском, и прекрасно чувствуют с теми же российскими националистами, но не путинской, а антипутиновской закваски, то есть, те, которые борются с Путиным, они поддерживают Украину, не поддерживают сдачу Крыма, украинской продажной властью, олигархов, этих, не, естественно, никаких не, не то, что там националистов, там, и близко не сидели, просто олигархов, вонючих, штынявых, воров, и трында плясов со сцены Майдана, за которые отдали жизнь и кровь, сотня небесная, и на войне отдали бойцы больше тринадцати, четырнадцати, или сколько тысяч хлопцев, и до сих пор каждый день погибают, и отдают кровь, а эти гниды, там, нормандские форматы выдумывают, ну, еще мы посмотрим, что, какой результат КПД, все, выравнивается, выценивается, теперь, будет, так зафундувалы, так теперь започаткувалы, начали, априори, азовцы и нас, дружины, что все будет вымериваться в КПД, не в говорильнях, но и в говорильнях тоже, людям же нужно объяснить, люди же тупые, они же не хотят ничем интересоваться, кроме своего Белли, кроме своего, гребаного, эмпирического, дебильного развития, которое, только откармливает этот организм, который без мозгов, абсолютно, так что, очень позитивная подача азовцев произошла в Харькове, и это значит, это постоянно значит что-то, и до выборов, после выборов, и потом, будут они поддерживаны, из там, как говорят, из Карманова-Вакова, там, других, там, кого-то еще-то, конечно, все это посмотрим, но, пока это происходит, они гоняют и выставляют всему миру на показ вот этих продажных, рошеновских кукл, которые корчили из себя, якобы, той формации старой, пиаровской, без какого-либо КПД, просто нулевая закваска вообще, олигархическая закваска, но она подмяла под себя реальных бойцов ОУНУПА, и они на этих бойцах ОУНУПА въехали, как по маслу в парламент разворовывали и постоянно за газ российский и тому подобное придавали, что-то и привело к войне, а украинские националисты новой закваски, про-украинской, естественно, они показывают, что Украина для Путина была, есть и будет, дай Бог, Финляндии будет осиным, как говорил Раздиховский политолог, осиным гнездом. Финляндия стала для Сталина, а Украина Пустина будет осиным и не пчелинным уликом, а осиным, шмелинным и тому подобное гнездом для любого оккупанта, хоть там мадяры придут, вингры, хоть то путиноиды, вагнеры и тому подобное. И те же самые россияне в России будут добивать этого Путина там через так званые повстания свои. Естественно, Пугачевщина должна прийти с другого бока, с середины, поддерживаемая украинцами, которые говорят, чтобы было понятно было этим Пугачевщинам, валить Путина. А когда они его завалят, неизвестно, тоже они погрязнут в коррупции, потому что деньги всегда сладки, а идея в деньгах пропадает, растворяется, как сахар и тому подобное. Так что огромнейшая благодарность за работу, потому что это работа, самая каждодневная работа простого, честного, порядочного украинского националиста. Дякую.